Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вечерний стрит стайл. Эта сеньора не в первый раз попадает в объектив моей камеры. Я считаю, что она очень хорошо одевается. Как правило, она в платьях макси длины и брюки сейчас у нее тоже макси длина. Были бы чуть короче, пропорции бы сравнялись. Я считаю, что она очень хорошо умеет одеваться, очень хорошо понимает свою фигуру и ее наряды всегда очень яркие. Однажды я снимала ее в ярком желтом платье, в ярком кирпичном платье. И вот сейчас на ней комплект брючный, комплект яркого красного красивого цвета. Понравилась мне девушка. Подобные платья я всегда на них тоже обращаю внимание. Их можно носить без пояса. А надев пояс на талию, под грудь, либо чуть ниже на бедра, можно получить совершенно иное платье по стилистике, по характеру, по духу. И эти платья я очень люблю. Подобные платья в последний раз я встречала в Манго. Помните, показывала, сравнивала его с платьем Макс Мара. Ну, очень-очень похоже. Возможно, модель взяли тоже у Макс Мара. Манго. И очень хорошо, кстати, воплотили, если эта реплика очень хорошо была сделана. Эту маму с ребенком я тоже снимала. Возможно, вы вспомните. Они переходили дорогу. У нее было белое Макси платье в пол. Такой бы комбинезон я бы сама себе купила. Плюс белая футболка, что может быть проще. И обращаю внимание на укладку. Казалось бы, все просто, но укладка здесь очень важна. Укладка, укладка. Еще раз укладка. Я именно так и отличаю хорошо одетых женщин, итальянок от неитальянок. Итальянки, ну, практически всегда с укладкой. Даже волосы, которые могут показаться просто прямыми, просто помытыми и высушенными, как правило, будут все-таки после плойки, либо после брашинга. Как, например, в данном случае я иду за девушкой. Она в красивых голубых сандалиях, и волосы у нее совершенно точно уложены. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень понравились мне туфли. Зашла примерить, но оказалось, что нет размера. Только сороковой остался. Очень красиво сделаны атлас, украшения, фурнитура, как я люблю, но только сороковой размер. Обратите, пожалуйста, внимание на обувь этой сеньоры. Она необычна, и подобная обувь, когда спереди имеется как будто бы аппликация. Возможно, это лазерная обработка кожи, возможно, это стразы, либо пайетки. Всегда смотрится очень женственно, очень красиво. Все остальное без комментариев. Это контрастный образ, белые брюки, блуза слегка трапециевидного силуэта. Подобные блузы очень комплементарны. Идут тем, кто слегка поправился, возможно, в живот, подойдут очень для яблока. Идут также тем, кто абсолютно худой, потому что подчеркивают худобу. Вот эти трапециевидные блузы часто имеют несколько валанов и в особенности хорошо смотрятся в движении. Брезентовые сумки всех цветов очень популярны здесь, в прибрежной зоне, потому что очень удобны для того, чтобы носить в городе, для того, чтобы носить на пляж. Не нужно иметь две сумки. Песок не прилипает. Мне нравится. Яркая сумка. Всегда отличное дополнение. Дорогие зрители, вы не представляете, какое огромное количество, я бы сказала, бестолковых витрин я вижу. Вот, например, эта витрина. Я даже не знаю, вот тут одна копилка, а все остальное, для чего это предназначено и кто все это покупает. Может быть, у вас есть какие-то идеи. И иногда подобный ассортимент, он ставит меня просто в тупик. Причем все стоит в районе 6, 10, 15 евро. То есть достаточно недешево. Ну что ж, мои прекрасные зрители, вот такая прогулка на сегодня у меня получилась. Хочу прокомментировать двух девушек, а точнее сумку на плече, которую мы носим именно на плече, хотя длина ремешка позволяет носить как кроссбодибэк. В последнее время заметила, что очень мило, очень женственно подобные сумки, подобным образом, когда носятся, смотрятся. И хочу обратить ваше внимание на такие юбки. Сейчас они есть в Массиму Дутину, возможно, они везде есть. Но самое интересное, помимо того, что эти юбки хорошо садятся, красиво смотрятся, посмотрите, один образ контрастен, черный топ и более светлая юбка. А другой образ с идентичной юбкой, я уверена, что в одном месте их купили, образ не контрастен. И посмотрите, насколько контрастные образы всегда выигрывают, когда мы смотрим, когда мы воспринимаем то, как одет человек. Возьмите на заметку, контрастность в образе – это всегда очень легкий способ, очень легкий прием, которым нужно пользоваться, о котором не стоит забывать, которым не стоит пренебрегать для того, чтобы создавать действительно очень красивые образы. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok